1 миллион 140 тысяч евро. Такую сумму в прошлом году заработала некая неназванная компания, поставляя в Северную Корею некие полимеры. Это 190 тонн литовского текстиля. Портал 15 минут.лт выяснил, что теоретически из него после ряда манипуляций химиков можно изготовить настоящую взрывчатку. Консерватор Лаурина Скащунас после сообщений, что на минувших выходных в самой закрытой стране на планете испытали водородную бомбу, зарегистрировал поправку в парламенте о запрете экспорта любой продукции в эту страну. Хоть текстиля, хоть молока. По его мнению, это продемонстрирует солидарность США на фоне угрозы, которая исходит от цитата «сталинистского режима Пхеньяна».